Аллочка, ты себе не знаешь. Что узнала Алла? Что узнала Алла? Кто для вас человек года 2021? Ну, как всегда. Это работает, если вы загадываете желание, успеваете выпить бокал до полуночи. Но! А вот какое тебе любимое блюдо? Питаешься, наверное, червяками и лягушками. Лягушками, да, но без майонеза. Ты Дед Мороз сегодня? На Новый год принято гадать. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желаю знать, желаю знать. Бабуся, а как же Путин? Что Путин? Так, надо потише говорить, да? Где будете праздновать Новый год? А можно я не буду говорить? Можно сказать. Какие планы на 2022 год у телеканала? Конечно, планы зайти в каждый телевизор. Я хочу пригласить на эту сцену Виктора Салтыкова и всех моделей. Ну вы сегодня просто являлись хедлайнером дизайнерского показа Екатерины Коро. Так, здесь, ну практически ваше имя. А, ты тот, который дарит презервативы? И не только. Серьезно? Да! У них бывают полезные штучки. После свадьбы бывает часто все иначе. Как же Путин? Есть какие-то вредные привычки вообще? Ну ты на всех мероприятиях, просто куда ни посмотрю, везде Анна Калашникова. Да что ж это такое? Смотрите Music Box и Gold. Ты же, значит, обожаю эту программу. Что узнала Алла? С Новым Годом! Вот! Всем привет! Это программа «Что узнала Алла?» И как вы догадались, сегодня самый что ни на есть новогодний выпуск. А прежде мне хочется поблагодарить всех моих подписчиков, всех моих друзей, которые на протяжении этого года смотрели программу «Что узнала Алла?» И не забывали ставить лайки. А если вы все-таки случайно попали на этот выпуск, обязательно подпишитесь. Ну а я пошла, пошла узнавать новогоднюю сказку. Рулий, бабуся, ко мне. С каким подарочком ты сегодня пришла? А мы целый грузовик привезли. А там и электроника, и куклы, и шмуклы, и все, что любят дети. Вот, поэтому я люблю вот это преддверие, суета, подарки, кто туда-сюда, такси, пробки, вот это вот, вот это все движение. Бабуся, у тебя есть какое-то вообще желание, которое ты хочешь загадать на этот Новый год? Заветное, твое личное. Ты представляешь, если бы тебе сейчас рассказала бы про свое личное, ты бы заплакала бы. Расскажи, смотри, ты в Дубаях прям отдыхаешь. Кроме Дубаев есть какое-то желание? Сейчас в Дубае лечу на Новый год выступать. Вот так вот, видите, бабуся, как мне быть так крутой такой, как ты? Ну, во-первых, нужно познакомиться тебе с Игорем Крутым, он тебе напутствие даст, а потом ко мне. Все, договорились, я хочу тебе в этот Новый год погадать. Вытягивай одну карту. Ведьма. Ага, еще какая, а ты думала только ты? Читай, бабуся. Так, сразу после праздничных каникул запишись в спортзал или бассейн, а то будешь толстенькой. Ну, это мне не грозит, почему? Потому что я и спорт, мы дышим одним целым. Так что, бабуся, ты питаешься, наверное, червяками и лягушками? Лягушками, да. А я мясо практически не ем. Оливье у тебя не будет? Оливье будет, но без майонеза. Ладно, бабусь, пожелания зрителям программы «Что узнала Алла?» Они тебя очень любят. «Что узнала Алла?» Мои хорошие. Я вас, во-первых, поздравляю с наступающим Новым годом и хочу, чтобы в вашей жизни было побольше красоты, побольше радости. Наполняйте свою жизнь осознанностью. Осознанности хочу вам пожелать. Поменьше вот это вот... Пендрешет. Да, вот это вот ни о чем. Побольше читали книжки, развивайтесь, делайте каждый день лучшую версию себя. Занимайтесь спортом. Вот. Поэтому любите друг друга, помогайте друг другу. Ездите в Дубай. Заботьтесь друг о друге. Ездите в Дубай. Бабусь, а знаешь, что мне в тебе больше всего нравится? Хвост. Нос. Нос. И по твоей версии, кто человек года в этом году? Можешь выделить одного? Можно я покажу? Давай. А я думала, Филипп Киркоров. Не, ну подожди, он вне конкуренции. Есть Киркорова, а потом все уже остальные. А ты на первом месте? Нет, после Киркорова. То есть ты хвостунишка такая, сама себя выделила. Бабуся, а как же Путин? Что Путин? Ну, возможно, пусть выбирают. Я за Киркорова. Бабушка, всех поздравляю с наступающим годом! Пусть ваша жизнь будет настоящей, женской, и такая же огненная, как Баба Яга. Пока! Прохор, Прохор, привет! А ты без грива? Я страшный. В смысле? Вон Баба Яга там страшная, а ты красавчик. Ты Дед Мороз сегодня? Я буду опять в образе Деда Мороза, да. Ой, как всегда, Прохор. А ты сегодня один или с Волочковой? С коллективом, с коллективом. А, так давай я их тоже засниму. Самый лучший на все корпоративы коллектив. Народные песни имеется в виду. Народные. Мы здесь, понимаете, вне конкуренции. Здесь попса, она вся сгинет, исчезнет, поменяет. То есть я тоже пою, ты намекаешь на то, что мы фить. Так, надо потише говорить, да? Не, ну я имею в виду. Нет, но сменится поколение. Вот, скажем, когда я попал на фабрику звезд, Даня Милохин только родился. Так. Понимаешь? А уже вырос. А ты как вообще к нему относишься? Очень хорошо. Замечательный парень, талантливый. Главное дело, что он стремится к чему-то и учится, старается. А хейт? Отгребает парень? Ну я тоже отгребаю, поэтому я абсолютно знаю, на чем это строится. Легко просто так вот человека обложить с три короба. А я вот уважаю тех, кто куда-то стремится к чему-то и развивается, там петь учится, танцевать, там не знаю, да? Ну ты в ТикТоке развиваешься, как Милохин? Вот в ТикТоке, да, чуть-чуть я там... Сколько подписчиков? У меня, ну я ничего не накручиваю. Возможно накрутить, да. Тебя заблочат, если ты накрутишь. Накручиваю. Не-а. Аферисты сидят. Нет, 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 вот там точно нет. Вот сколько давайте посмотрим? 140 тысяч. А я популярнее тебя, получается. Да, но дело в том, что тебя... Ты так не насилуешь людей через экран. Ты насилуешь? Все. Ты накрутила. Я честно нет говорю. Не кручу, все должно быть по-настоящему. Вы такие красивые. Скажите, пожалуйста, ну кто для вас Человек года в этом году? Папа. А как же Путин? Ну, Владимир Владимирович, естественно. Давайте из артистов попробуем. Наш продюсер Игорь Игоревич Матвиенко. Человек года. Да. Достойно. А для вас? Пускай Манижа будет, она старалась и в этом году получила очень много хейтов, свой адрес незаслуженно. Как вы собираетесь праздновать Новый год? На работе. Да, мы будем... Есть микрофон. Вам не обидно? Нет, мы с удовольствием. Это год почти. Да, 21-й год мы просто были за 5, поэтому для нас это счастье. А на каком корпоративе или вечеринке вы будете выступать? Классно, вот прям где гостиница, там и... На побережье, да, будем. А, где-то... А потом тогда можно, у вас будет очень хороший Новый год. Как настроение? Как и у тебя, боевое. А что в сумке? Кошелек. Ага. Что в кошельке? Карты, Сбербанковская. Денег мало как-то. Мало носим, все на картах, все на картах. Но я понимаю, что ты пришел не один сегодня. Сам с собой сегодня, тихонечко, скромно петь свою песню, которую выпустил в этом году. Я думаю, я выпустил в этом году, нужно и завершить этот год с этой песней. Я ее посвящу тебе. Серьезно? А о чем она? Не отпускай меня, я хочу быть с тобой. Ой, как мне... По мне горит огонь, и этот огонь живой. Вот верите ли звездам шоу-бизнеса? Я не знаю. На Новый год и одной реки. Ага, лапша, как мои сережки висят. Нету стен, теперь мы с тобой близки. У-ху-ху, стихоплет. Ну, хорошая песня, мне нравится. На Новый год принято какие-то традиции, наверняка, дома соблюдать. Самая главная традиция, она в этом году сбудется. Давай. Я работаю. Работаю в Екатеринбурге. Корпоратив? Да. А много денег платят? Я... Это... Зачем? Это налоговая будет, смотрите. У вас канал слишком популярный, чтобы... А, что узнала Аллада. Тогда смотри, в новогоднюю ночь принято гадать. Ну, что сказать, ну, что сказать. Устроены так люди. Как люди желают. Желают узнать, желают узнать. Ой, желают знать, что будет. Что там будет? У-ху-ху. Вау, летом на нудистском пляже ваше счастье рядом ляжет. Боже, неужели я дождусь в свое счастье? Не сказано, повезло. Да. А если бы Шура вытянул, как ты думаешь, что бы ему попало? Давай попробуем. Адама пик. Дама сердца. Для Шуры лично. Есть две новости. Плохая. Вы прибавите весе. У него это всегда плохая новость. Хорошее прибавление произойдет в области кошелька. Саша, с Новым годом тебя. Что можешь пожелать зрителям программы «Что узнала Алла»? Дорогие мои зрители, специфические зрители, почаще смотрите эту программу, а лучше даже пересматривайте, комментируйте, ставьте лайк и подписывайтесь на эту красотку, потому что она реально талантливая. Она талантливая, вы понимаете? Талантливая. Кто для тебя человек года 2021? Григорий Лепс. Он выпустил новый альбом. А сердце йок-йок-йок, я того ебую, йок-йок-йок. Гриша, мы тебя... У-у-у, танцуют все. Я думала, ты Путина назовешь. Он вне конкуренции, но... Сандронов, Алла Борисевич, встречай! А я хочу тусить, а он хочет любви. Глазами стреляет, огонь разжигает. И сегодня я хочу испытать твою судьбу, тени. Есть две новости. Ну, как всегда. Плохая. Вы прибавите в весе. Алла. Ну, бывает, а что? Новогодние стоки. Так, и хорошее. Прибавление произойдет в области кошелька. Да! Натусик, что лучше? Кошелек или прибавление в весе? Лучше, вы знаете, рост биткоина вот так вот вверх. Я знаю, у тебя там несколько есть. Ну, прям, ну не несколько, потому что один биткоин сегодня 48 тысяч долларов стоит. Сколько у тебя биткоинов? Давай. Скажу. Главное, на самом деле, это любовь. Любовь к себе, любовь к друзьям, любовь к детям и любовь к своему любимому делу. Да, и в весе не прибавляйте. Поздравить с наступающим Новым Годом, вот, поздравить весь наш телеканал. Какие выводы вы можете сделать в качестве директора генерального телеканала за этот целый-целый год? Этот год, он был такой какой-то молниеносный, он так быстро пролетел, как, в принципе, и все года в моей жизни. Да, давайте прямо в моей программе. Что вы можете пожелать сами себе? Ну, я очень хочу, чтобы моя семья не болела, чтобы все были со мной. Вот, что будет на новогоднем столе? Самое любимое блюдо, Наталья Владимировна? Ой, я много чего люблю, но сказали, что нужно мясо, потому что год тигра, и муж мне вчера говорит, давай тогда будем запекать баранину в духовке с розмарином. Ну, а вот какие планы на 2022 год у телеканала? Что будет интересненького? Чем он будет отличаться, возможно? Конечно, планы зайти в каждый телевизор. Что вы можете пожелать моей программе? Вот, она непростая, получает много критики иногда, но все же существует на вашем канале. Ну, во-первых, что хочется пожелать? Конечно же, программе хочется большого развития, чтобы она на следующий год завоевала все награды. Желаю хороших гостей, ярких-ярких моментов, в общем, всего-всего. И нашим зрителям пожелания поздравления? Всем здоровья, любви, счастья и, конечно же, смотреть телеканал Мюзикбокс. Кто для вас человек года? Ой, наверное, моя мама, кто еще может быть. А как же Путин? А, Путин и Путин. Я хочу пригласить на эту сцену Виктора Салтыкова и всех моделей, которые сегодня продемонстрировали коллекцию из латуральной кожи. Виктор, здравствуйте. Ну, вы сегодня просто являлись хедлайнером дизайнерского показа Екатерины Король. Я знаю, что вы очень часто заказываете у нее костюмы, но сегодня из кожи. Почему такой выбор? У меня нет куртки, которая так изящно на мне сидит. Нет куртки, которая такая тонкая, во-первых... Можно будет трогать? Можно, да, смотрите. Ого, это кожа прямо? Кожа, кожа. Теленочек молодой. И я знаю, там есть ваш логотип. Да, конечно. А давайте покажем. Раз. Так. Ага. Здесь, ну, практически ваше имя. А почему вот вы так решили? Не какой-то узор там, перед Новым годом не снежинку, а именно вот запечатлеть себя. Ну, у меня уже давно такой логотип. Мне мой директор предложил такой вариант. Потом оно как-то прижилось, вот так и осталось. Фантазии Кати Король. Это выглядит достаточно правильно. Катя, расскажи, что сюда можно к сердцу сделать? Следующая куртка будет уже с логотипами и на руке, и на груди. Много сделал логотипов красивых. Но я так понимаю, что это ваш любимый теперь дизайнер. Да, конечно. А как вы ее встретили? Где нашли? На одном из показов. Моего друга Дима Чижова. Он впервые мне, он мне всегда ее рекламировал. А Дима Чижов – это хедлайнер группы «Унесенная ветром». А как вам в роли модели сегодня? Ну, мне показалось, я еще сыроват. А что вы можете пожелать нашему дизайнеру? Одно пожелание, чтобы в ее душе всегда царил порядок. И чтобы ее любимый мужчина, который рядом с ней находится, только радовала ее своим присутствием. Мне нужно пожелать свадьбу, чтобы у меня была свадьба. Вот, желайте, Виктор. Ну, я хочу предостеречь Катюшу, потому что после свадьбы бывает часто все иначе. Поэтому надо свадьбу как можно дальше оттягивать. Сегодня это формальность. Хорошо, давайте что-то модное пожелаем. Вот фэшн. Ну, шляпку какую-нибудь я хотел бы увидеть. Вот, какую? Как у Киркорова? Я не знаю, просто у Киркорова так много нарядов, что я не успела следить, что он там надевает и переодевает. Как? Я пожелал бы ей какой-то стайл какой-нибудь 18-19 века попробовать. Вот, такого еще не было. Да, что-нибудь. И элементы кожи обязательно должны быть. Потому что она специалист по таким вещам, как кожа. 2022 год. Чего нам ожидать от тебя? Каких прекрасных нарядов? Может быть, ты уже готовишь что-то в своем ателье? Ну, конечно, готовлю. И готовлю даже для Виктора. Сюрпризов очень много. Я буду удивлять своих любимых артистов, потому что я вкладываю душу, создавая красоту. Я счастлива от того, что мои наряды радуют многомиллионную аудиторию. Когда я вижу сияющие глаза артистов... И мои, и мои глаза. Кстати, как вам мой наряд? Это все Екатерина Король. Я тоже могу похвастаться не только вам. Мне нравится. Спасибо огромное. И пожелания зрителям. Вот с Новым годом. Мирного неба я желаю всем. Сейчас сделаю политическое заявление, наверное. Я хочу сказать, чтобы Россия и Украина все-таки в конце концов подружились. Вот как мы с Катюшей. Понимаете? Вот есть для вас человек года в этом году? Для меня люди года – это моя семья. Ладно. А вот как же Путин? Ну, это отдельная история. Какие достижения в Новом году вы считаете самыми удачными? Именно у вас? Я выпустила книгу. Продолжение моей трилогии. О чем книга? Это фантастика. Антиутопия. 17 декабря в Московском доме книги была презентация. А можете рассказать, что за сюжет? Ну, например, главный герой кто? Как обычно двое. Мужчина и женщина. И любовь. Ну, конечно. Новый герой! Новый герой! Только елочку не звейте. Здравствуйте. Оба. Боже мой, как выше. Я даже не знаю, на что смотреть. На крылья или на вас. Это сияющий взгляд. В Новый год нужно заходить с яркими, сияющими глазами. Чтобы они были всегда прекрасны. Вот такие вот гидроплазменные патчи. Ой, ну понятно. А кто дизайнер вот этих вот ваших нарядов? А это я сама все придумала. А кто для вас, стесняюсь спросить, человек года? Мне очень нравится Жасмин. Я ее очень люблю, а также люблю Анитуцой. А как же Путин? Ну, Путин это мужчина всей моей жизни. Новый год, кстати. Это звездный косметолог. Кто еще не знал. Марина, какие ты итоги можешь сделать? Вот сколько звезд пришло к тебе на прием? Ой, итоги хорошие. Звезд пришло очень много. И есть результаты. И есть красивые положительные моменты. Чему я очень рада и очень счастлива. А вот скажи, на Новый год в твоей семье есть какая-нибудь традиция? Ну, желание загадываешь? Вот записочку там пишешь, сжигаешь под бой курантов. Да, бывает такое. Мы записочки пишем, сжигаем, но не съедаем. Слава богу. Вот. На Новый год принято гадать, поэтому тяни карту и смотри свою судьбу. Летом на нудистском пляже вас и счастье рядом ляжет. Ну, это мой супруг, только кто может еще быть. Поэтому мне кажется, что в этом году вы отправитесь в какое-то путешествие. Хотелось бы. Да. И, возможно, на этот пляж. Да, вообще. Можно купальник не покупать. Ну, вот на этом хотя бы и сэкономить. Кто для тебя человек года? Мой супруг. А Путин? Умолчим. Чтобы ваша улыбка в этом году была блистательной, очаровательной, я советую прийти в клинику к Тамаре. Тамара, расскажи, ну сколько звездных улыбок в этом году ты, ну так скажем, сделала? Я могу так это сказать, правда? Достаточно много. И не только звездных. Готова испытать свою судьбу? Тогда тяни карту. Надо на год позабыть про коньяк, текилу, водку, иначе будет в криминальных сводках. Вот. С учетом того, что я особо не бью, но стоит вообще позабыть. Тусить? Да, тусить, тусить, да. Чем будешь заниматься на Новый год? На Новый год я буду выступать, у меня гастроли. А, то есть как бы не дома с оливье? Не дома, да. Я обычно каждый Новый год где-то там нахожусь и пою для людей, и поэтому этот Новый год так и будет. Кстати, а вот какое у тебя любимое блюдо? А у меня любимое блюдо – курица с рисом. Синя карту. Вам сильно повезло? Да. В следующем году удастся избавиться от вредной привычки. Да. Правда, взамен появится еще две. Да. Есть какие-то вредные привычки вообще? Да, есть. Какая? Я очень люблю секс. А, это вредная привычка? Ага, потому что, ну, когда постоянно, ну, сексом занимается, человек устается быстро именно от других дел, понимаешь? А когда… Ну, хорошо, а я хочу тебе пожелать вот в своей программе, чтобы вот в этом 2022 году ты избавился от секса. Человек года. Кто в 2021 году, по твоему мнению? Я хочу себе наградить. А, то есть вот так? Ну, это правильно, но потому что я должен всегда благодарить сам себе за то, что я… А кто еще, если сам не поблагодаришь, как говорится? Здравствуйте, Танюша. А у вас, как у куколки Барби, есть какой-то ритуал в новогоднюю ночь? Я всегда встречаю Новый год в розовом, и поэтому у меня вся жизнь в розовом цвете. Вытягивайте карту, ну, и будем смотреть, что вам предначертано. Если за вечер массаж делать всем, то сам собой заведется гарем. Ну, вот у меня муж как раз, доктор Шацкий, он профессиональный массажист, вот, поэтому… Вот видите, все в тему. Он вам делает наверняка массаж, поэтому вы так красиво выглядите. Да. А кто для вас человек года? Человек года – это я. Ну, почему? Ну, потому что я самая красивая, самая яркая. А Путин? Путин, ну, он после меня на втором месте. А, ты тот, который дарит презервативы? И не только. А кто чаще всего вот в магазин приходят к вам, девушки или мужчины? Девушки. Девушки. За всякие… А звезды приходили, может быть, когда-нибудь? Приходим. А кто? Скажу так, этот человек находится здесь. Серьезно? Как твое настроение? Вообще супер. Я только прилетела из Дубая, у меня супер настроение. Но у вас тут холодно, я вам так вижу. Холодно, да. Хочется уже обратно. Минус два. А ты вот знакома с таким магазином розовеньким? Знакома, у меня очень много их в пакетах дома. Пользуешься? Хочу сказать, что у них бывают полезные штучки. Если ночи снятся эротические сны, это значит, станете вы героем СМИ. Ну, видимо, они мне уже давно снятся. А почему ты одна все время, без вот того, кто снится? А он работает, потому что если он не будет работать, то кто же будет обеспечивать? Дарить колечки. Ладно, все понятно. Скажи, пожалуйста, человек года 2021, для тебя кто? В этом году, ты знаешь, на самом деле очень много людей, но прежде всего, я думаю, врачи. Если бы можно было назвать одного врача, но это сложно. Врачи, которые занимаются спасением людей от ковида, их очень-очень мало, их нужно ценить, холить, лелеять. А давай из звезд, вот из звезд. Певица Максим, которая в очень тяжелом положении находилась, и мы все за нее очень переживали, и она вот-вот все хорошо с ней, я бы дала, наверное, ей. А на самом деле очень много людей, которым можно дать звание человек года. А Путин? Путин, он всегда человек года, уже много лет, и мы его очень любим. Ну, вот ты могла бы себя назвать человек года? Ну, ты на всех мероприятиях, просто куда ни посмотрю, везде Анна Калашникова. Да что ж это такое? А ты нет, что ли? Ну, я корреспондент. А ты там же. Я за тобой. Корреспондент, который запел, да? А я хочу спуститься, а он хочет любить, глазами стреляет, огонь сжигает. Кстати, как тебе моя песня? Да, хорошая песня. У меня новая песня вышла 4 дня назад, и я не слышала, и я тебе отправлю. В Токи, да. Да, называется она «Не в Рим, не в Риме». А. Да, да, подержите. Новая песня, планируются новые клипы. А где будешь Новый год праздновать? Слушай, на самом деле плана два. Только не говори Дубай, а то я сейчас обзавидуюсь просто. Первый план, это, конечно же, работать на корпоративе, а второй план, если все закроют, все отменят, то Дубай. Спасибо огромное. С нами была Анна Калашникова. Спасибо. Я вижу твои ритмы смело. Я вижу, ты давно хотела. Ой, обожаю я твою песню, Саш. Где будешь праздновать Новый год? Я буду в Сочи. А девушки будут? Конечно. Я же свободный мужчина. Ну что сказать, ну что сказать. Тяни. Да, вот так вот. Будоражить будет кровь, виртуальная любовь. Вот видишь. За мной. А ты не знал, где найти суженую. Смотри, на Баду, в Тиндере, Мамба есть еще. Ну и пожелай что-нибудь с нашим зрителем. Ты же знаешь, я обожаю эту программу, потому что она всегда такая, ну, честная, прямая и, ну, с таким, каким-то, прям, офигителем, иногда даже подлохом. Тебе в Новом году счастье, здоровье, благополучие. И чтобы ты, Алла, не только узнавала, а именно все узнавали, что узнала Алла. Вот так. Спасибо огромное. Это была Александра. Ой, какие вы сегодня красивые. Total Black и чуть-чуть белого. Где будете праздновать Новый год? А на Новый год только Испания. Что там будешь делать? Отдыхать с друзьями. Я думала корпоратив. А я бы тоже так хотел думать. Да ты один там будешь, что вот ребята здесь. Он нас с собой не берет, потому что потом он летит на Мальдивы. Ребята, есть какое-то желание на Новый год? Вот может быть одно на всех у вас? Славы нам хватает. Ой, да ладно, вот-вот, знаете. Достаточно на сегодняшний день. Не, ну ладно, относительно популярности, я не буду говорить, какую, но мне хочется круглую цифру в ТикТок. Прям пипецко. А сколько у тебя сейчас? А можно я не буду говорить? Можно сказать. Но 500 тысяч есть? Конечно. А, тогда вы популярнее меня. Смотрите, на Новый год принято гадать. Ребята, одна карточка. Только одна карточка, решайте. Все, я уже тяну. Звезды обещают знакомство романтичное, только постарайтесь вести себя прилично. Кстати, вот вы молодая группа, а были уже какие-то неприличные с вами ситуации? В съемке клипа без тебя. Да, точно, ну было, было неплохо. На съемках, ну, там была расцарапанная спина Влада, поцарапали лицо лифчиком, вам кажется, царапали лицо лифчиком. Кто для вас человек года 2021 из артистов? Ну, кроме вас, конечно же. Ребята, решайте, мне нужен один артист. Часы пошли, тик-тик-тик-тик-тик. Ну, кто? Готовы? Человек года Виктор Яковлевич Дробыш. У-ху, а как же Путин? Путин, ты человек, получается, уже 12-летие, или сколько там, 20-летие. Я смотрю, ты не только модель, но и певица. Да, я певица Анна Рин. Здравствуйте. Какую песню поешь? Я пою песню «Магниты», но сегодня я здесь участвую в показе Кати Короли и представляю вот классный такой лук. Пожелания нашим зрителям? А я желаю вам в новом году счастья, здоровья, тепла. Любите и берегите своих близких. Будьте счастливы. И себе что-нибудь пожелай. Желаю получить премию в мюзикбоксе. У-у-у, круто. Привет, солнышко, как тебя зовут? Вика. А сколько тебе лет? О, три годика. К тебе уже наверняка придет в этом году Дед Мороз. Какой подарок хочешь, чтобы он тебе подарил? Куколол. Клол? Да. Счастье и здоровье до края и до дна. А, это твоя сестра? Да. Какие будут салатики, тортики? И левье, новогодний салат. А что у Деда Мороза попросишь? Ну, дорогие подарки, можно сказать. Например, я хочу хит, чтобы я сделала крутой. И стала звездой? Да. Чтобы не опаздывать, нужно ездить на метро. Чтобы не опаздывать, нужно летать на собственном вертолете. Он будет? Конечно. Новогоднюю ночь, надо просто загадать желание про вертолет и пилотом добавок. Нина, вот смотри, на Новый год принято какие-то дома соблюдать традиции. Есть ли она у тебя? По стариночке. Записочки, сжигать. Это работает, если вы загадываете желание, успеваете выпить бокал до полуночи. Но самое главное правило, если вы это загадаете, прям правильно, искренне, по-настоящему. Вот как? Надо сфокусироваться на этом. Да. Сбывается. Проверено. Читай. Ага, прикольно. Как я сплю на винегрете, покажут в интернете. Кто для тебя человек года 2021? Мой муж. Почему? Было очень много грустных, нехороших дней для меня в этом году. Он мне очень помог их преодолеть. Ты знаешь, вот как Путин прям. 365 дней в году рядом. Это правда. Мне хочется снова дышать, и сердце от радости замирает. Кто для вас человек года 2021? Ох, сейчас кого-то назову, а потом остальные обидятся. Для моей семьи человек года – это я. Потому что этот год для меня был достаточно успешным. У меня сбылась одна моя мечта. Какая? На Новый год я загадал в прошлый раз, что я так хочу иметь свою телевизионную программу, свой телевизионный проект. И не просто, я даже не мечтал о том, что это будет на канале «Россия». Так вы же мой конкурент, получается. А я сейчас ведущий программы «Парад юмора» вместе с Еленой Степаненко. Мне это так приятно, что моя мечта и то, что я загадал на Новый год, у меня получилось. Согласитесь, что я все-таки человек года. Наверное, да. Но я думала, что вы назовете Путина. Я не против, наоборот. А куда это деваться? Мне кажется, он для всего мира человек года. Его показывают по всем каналам, но это не главное. Главное, что он действительно человек года для всего мирового содружества. Он самый активный и, главное, самый популярный политик мира. Как бы кто бы что ни говорил. Значит, после вас только Путин. Нет, но все-таки вначале он. А потом вы. А я немножечко так сзади, так по стопам. Спасибо вам огромное. Удачи, успехов. Удачи вам. Всего самого хорошего, дорогие друзья. Смотрите Music Box Gold. И программу. Слушайте, что узнала Алла. Вот. Хорошие клипы и хорошие песни всегда на этом канале. Привет. Ты очень просил, чтобы я взяла интервью. Ты вообще кто сам? Тиктокер. Что снимаешь? Какие тренды? Игры. Что будешь у Деда Мороза просить на Новый Год? Телефон. Я думала, ты Путина назовешь. Но я думала, что вы назовете Путина. А вот как же Путин? А как же Путин? А Путин? Путин. 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 Что Путин? В 2021 году. Кто у нас человек номер один? Как ты думаешь? Путин, например. Да ты ж мое солнышко. И стоило найти тебя, зайчик? Ну, наверное, да. Да. Что бы ты ему пожелал, если бы ты его встретил? Всего хорошего. И доброго. Дорогие друзья, от всей души хочется поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам в этом году, конечно же, крепкого здоровья, огромной взаимной любви, чтобы вокруг вас были только верные и добрые и настоящие друзья. В эту новогоднюю ночь не забудьте загадать одно заветное желание, которое в 2022 году обязательно сбудется. Я хочу поблагодарить всю свою съемочную команду, которая снимала мои классные репортажи. Хочу поблагодарить всех друзей, которые находятся со мной рядом. Хочу передать огромный привет своим родителям, своим подписчикам. Этот год был действительно непростой, но мы достигли многого и можем еще больше. Всех люблю! Ваше «Что узнала Алла»! Это была программа «Что узнала Алла» в эту камеру. Да!